День с толком Отпечатки пальцев и исследования ДНК Сегодня эксперты-криминалисты отмечают профессиональный праздник Питомец-антистресс Как выбрать кошку? Первый день весны – ковидная оттепель В Алтайском крае вслед за другими регионами страны отменяют систему QR-кодов, которая действовала с 30 октября Сначала в торговых центрах, кинотеатрах и ресторанах, а потом почти повсеместно Также с этого дня снимаются и другие ковидные ограничения Во-первых, больше не действует изоляция для жителей региона старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию Снимаются ограничения по предельной заполняемости театров, клубов, спортивных объектов, цирков и не только Жители края по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим, а руководители организаций – проводить дезинфекцию помещений Сообщается, что власти решили смягчить режим ограничений на фоне улучшения эпидемиологической обстановки Так, по данным Минздрава, количество обращений в поликлинике в разы снижается Так же, как и количество вызовов скорой помощи В ближайшие дни Минздрав также планирует уменьшить коечный фонд в ковидных госпиталях региона К другой теме. Представители бизнеса во всей стране начинают на ощупь жить в новой реальности Когда непонятно, что будет даже завтра Казалось бы, в списках санкций всего несколько пунктов Однако они по цепочке повлияют на большое количество сфер Анастасия Дороган встретилась с теми, кто уже ощущает новые условия Ценники за неделю не изменились, но это лишь пока, считают эксперты Волна боевых действий докатится и до них А крепший доллар, заложенный в производство, логистику, залезет и в карман потребителя Руслан Петросян продает в Барнауле китайский чай Он уже видит разницу Уже чай в закупке из-за курса юаня подорожал на 30% минимум Соответственно, сейчас я цены, конечно, не буду искусственно поднимать На товар, который уже, потому что я добросовестный, конечно же, предприниматель Но в дальнейшем повышение цен это неизбежность У крупного бизнеса риски больше Поставщики предприятия по производству изделий из металла прекратили отгрузку до 3 марта Директор Константин Денисенко говорит, на складах еще есть запчасти Но непонятно, поднимут ли поставщики цену или закроются А Китай выручит, но не во всем Есть достаточно уникальные вещи, которые Китай поставить не может Мы, например, для 3D-принтеров берем исключительно определенную линейку приводов, которых нет в Китае Ну, по крайней мере, те, которые мы пробовали, не подходят для этой задачи В непростую ситуацию могут попасть и сельхозпроизводители, которые покупают за рубежом технику или комплектующие Пока же на этом рынке отмечают некоторые изменения Наоборот, даже цены на солярку упали, я вам хочу сказать Из-за того, что, видимо, отказываются от покупки нефти российской, западные страны И, наверное, они переориентируют нефть на внутренний рынок и, соответственно, цены падают Предприниматели бодрятся, а эксперты уверены, что какие-то обходные лазейки все равно будут найдены Бизнесмен Андрей Макулов экспромтом предложил следующий вариант Ну, условно говоря, вот открыли какую-то... нужно вам делать что-то платеж Ну, откройте предприятие в Казахстане, вот так, или там в Китае Вот так, это уже будет казахстанское предприятие или китайское предприятие И обслуживайтесь через это предприятие Вот, во сколько-то увеличатся там цепочки поставок, увеличатся сроки, но незначительно А тем временем Госдума готовит свои варианты поддержки бизнеса Обсуждается уменьшение административного давления и налоговые послабления В 14 марта в парламенте должны озвучить комплекс мер Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком Сможем ли мы заказывать товары с зарубежных маркетплейсов После отмены межбанковской системы передачи платежей SWIFT Этим вопросом сейчас задаются большинство россиян В том числе и жители Алтайского края Наша съемочная группа встретилась с экспертами и барнаульцами И попыталась ответить на главный вопрос Насколько недоступными станут зарубежные товары С отмены иностранной системы переводов в связи с событиями на Украине Уже больше 10 лет Светлана Середа пользуется зарубежными маркетплейсами В том числе и популярная китайская торговая площадка Алиэкспресс Заказывает вещи, одежду, игрушки для детей Говорит и качественно и бюджетно Но женщина переживает, что с возможной отменой системы передачи платежей SWIFT Иностранные товары станут менее доступны Прям серьезно, не будет каких-то сбоев в расчетах Будет возможность сделать эти расчеты И просто они могут быть дольше Проходить переводы, то есть дополнительное согласование проходить Естественно, это неудобно Потому что мы привыкли, что мы оплатили с карты Получили уведомление, что у нас там оплата прошла Все отлично Светлана надеется, что с отменой SWIFT будет некий посредник Который станет в автоматическом режиме осуществлять переводы Если же нет, то переводить платеж на счет компании Где заказываешь товар, придется по старинке, через банки Поэтому один банк до трех рабочих дней это делает Другой банк до трех рабочих дней делает Меня очень печалит эта ситуация Потому что мы уже привыкли к тому, что у нас все вот так То есть свой какой-то порядок И такое ощущение, что это будет куда-то откат На 30 лет назад Это безусловно спровоцирует отток покупателей с тех же китайских площадок Правда, эксперты в банковской сфере все же надеются, что с китайскими платформами Получится договориться о системе прямых платежей Обмен рублей сразу на юаня, минуя доллар Может быть, это даже когда система отладится, это будет выгоднее, чем через доллар Потому что везде на каждую транзакцию идет комиссия То есть сначала рубли конвертировали в доллар Потом доллар конвертировали в юани Там шел платеж За всю эту операцию американские банки брали маленькую комиссию То есть это увеличивало стоимость транзакций Вот возможно сейчас это будет даже дешевле Но миновать долларовую прослойку можно лишь в том случае, если мы подключимся к системе перевода в другой страны или она к нашей К тому же Китаю это будет выгодно Поднебесная заинтересована поставлять товары на российский рынок Но другой вопрос, может ли пострадать экономика Китая, если она пойдет нам навстречу Те же санкции, которые могут быть предъявлены к Китаю, к экспорту и импорту технологий К поставкам товаров, к транспортным коридорам То есть на этот узкий вопрос навязывается много других вещей Вот так, поэтому Китай, они будут все это взвешивать То есть они будут взвешивать, что где им выгоднее Если Китай и пойдет навстречу, то вот многие зарубежные, британские, немецкие, американские онлайн-магазины Вряд ли уверены барнаульцы Кстати, уже сегодня ряд топовых европейских интернет-магазинов приостановили продажу своих товаров для жителей нашей страны Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком Дополнительный миллиард рублей выделят Алтайскому краю для строительной сферы Это связано с ростом цен Финансовую поддержку обеспечит российское правительство и окажет ее не только нашему краю Деньги предусмотрены на приобретение всего необходимого для самого строительства И перезаключение контрактов из-за обновленных цен по строительству, реконструкции и капремонту объектов бюджетной сферы Наш регион должен получить почти 940 миллионов рублей Они пойдут на реализацию объектов здравоохранения, образования, спорта, объектов питьевого водоснабжения, развития сельских территорий Продолжим Эти люди прибывают на место преступления одними из первых Сегодня свой профессиональный праздник отмечают эксперты-криминалисты Ведомство было создано более 100 лет назад Изменилось многое Сейчас криминалисты не только ищут отпечатки пальцев и оставленные следы, но и изучают ДНК Как ведется работа на молекулярном уровне в следующем материале Работа экспертов-криминалистов, которую так любят показывать в российских сериалах, значительно сложнее, чем принято думать Определить ДНК на месте преступления невозможно Поэтому большая часть работ, а это долгий и трудоемкий процесс, происходит в лаборатории Именно здесь мы сейчас и находимся При помощи искусственного света видим на клинке ножа наслоение вещества бурого цвета Подразумевается, что это кровь Посредством ватных палочек и дионизированной воды субстанцию переносят в стерильную пробирку Подобная процедура ждет и останки, предположительно, человеческие кости, найденные на месте преступления Это необходимо, чтобы в дальнейшем выявить ДНК ДНК это кислота, по сути, дезоксирибонуклеиновая кислота, которая содержится в клетках различных тканей нашего организма Непосредственно она содержится в ядре клетки И содержит всю генетическую информацию, то есть весь ДНК-код, получается, всего нашего организма Эта кислота позволяет определить личность жертвы или преступника со стопроцентной вероятностью Однако прежде чем вычленить ее, биологический материал должен пройти еще целую серию исследований Если с кровью можно работать почти в чистом виде, то кости измельчают в порошок А затем с помощью магнитных частиц выделяют ДНК Все ДНК, которое у нас есть в пробирке, оно выделяется в свободный раствор, потом отмывается Потом добавляются специальные магнитные частицы, которые связывают все ДНК, которое есть в большом объеме раствора Переносится в малый объем После отделения магнитных частиц эксперты получают чистый раствор ДНК Его перемещают в амплификатор Аппарат определяет качество и концентрацию макромолекулы Следующая ступень – полимеразная цепная реакция или, проще, клонирование ДНК Мы из двухцепочечной молекулы ДНК делаем одноцепочечную и синтезируем последовательность ДНК То есть делаем из одной цепочки миллиард копий Затем криминалисты переходят к финальной цифровой стадии – изучению локусов Так называют местоположение генов на картах хромосом Именно с их помощью определяют принадлежность биоматериалов конкретному человеку А следовательно помогают раскрывать преступления Это преступления против личности Преступления против половой свободы – это глава 18 Уголовного кодекса А также тяжкие, особо тяжкие преступления против собственности Это кражи, кражи из квартир, кражи из помещений, а также грабежи и разбои Но также, говорит Илья, их ведомство позволяет предупреждать преступления Ведь зная, что следы с места происшествия будут изучены, а ДНК определена Потенциальные нарушители закона могут не решиться его приступить Артем Гусельников, Алексей Фризин, День с толком В Барнауле за последние несколько лет почти в два раза сократилось количество происшествий на дорогах Накануне в краевой столице подвели итоги аварийности на дорогах города за 21 год А также обозначили меры, которые помогут сократить число ДТП Об этом в сюжете Ирины Корчагиной Начиная с 2015 года количество происшествий на дорогах Барнаула сократилось почти в два раза А число погибших в авариях почти на 40% При этом основная причина ДТП в городе – наезд на пешеходов По-прежнему большой проблемой остаются водители, управляющие транспортом в нетрезвом виде Это показал и прошедший год Количество ДТП с участием водителей транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения Либо отказавшихся от прохождения мета-свидетельствования Увеличилось на 17,6% с 51 до 60 Погибших на 50% с 6 до 9 В 2021 году в Барнауле удалось ликвидировать 31 место концентрации ДТП Так в городе улучшили освещение в районе 192 пешеходных переходов И установили светофоры на ряде дорожных участков В 2021 году у нас выполнено устройство пяти светофорных объектов Такие адреса, как Взлетная и Сиреневая, Комсомольская и Интернациональная Георгия Васухобатором, Георгий Саково-Островского, проезд Сервосихинский-Шумаково В прошлом году сократилось количество ДТП с участием детей более чем на 13% Как сообщают в мэрии, сегодня все подходы к школам, которые имеют выход на проезжую часть Оборудованы по национальным стандартам А за школьниками регулярно проводят беседы В городе созданы и работают 147 родительских патрулей Надо смотреть, что у нас в школах всего 87 Школа всего 87, 147 патрулей Это уже хороший такой уровень В целях проверки использования световозвращающих элементов Соблюдения правил дорожного движения с октября по декабрь 2021 года Проведено более 100 родительских патрулей Несмотря на положительную динамику в целом Городской комиссии есть еще над чем работать Поэтому в ближайшее время будет сформирован план по обеспечению безопасности На дорогах города на год Во многом именно от его исполнения и будет зависеть статистика И дорожная ситуация уже с 2022 года Ирина Корчагина, День с толком Сегодня в России отмечают День кошек И из-за происходящих событий этот праздник, пожалуй, могут оценить по достоинству Ведь тем, у кого дома есть кошки Как и любые другие животные, проще справляться со стрессом Пушистые комочки или упитанные властелины дивана Эти существа вызывают умиление практически любого человека Кошка – это такое спокойствие дома, можно так сказать Потому что после тяжелой работы, допустим, или после улицы, когда приходишь домой, тебя ждет Кошка, она обычно придет, помурчит, как-то приласкает и становится более спокойнее В приюте Бусинка – 520 кошек Для небольшой организации это большая цифра Тем не менее, сотрудники уделяют внимание каждой Обучают их лотку и повадкам для их будущей жизни в семье За прошлый год приют пристроил 126 хвостатых Практически все кошки метис и британцев, они очень характерные То есть они просто для красоты На них смотреть, если они захотели подойти, тогда погладить Большая часть кошек в приюте у нас ласковые Но не все уживаются с сородичами То есть есть животные, которых мы отдаем только единственным питомцам Они либо ревнивые, то есть им нужно, чтобы человек был только их И только с человеком им контактировать Либо им просто не нравится присутствие каких-либо других животных Как мы выбираем кошек? Наверное, мы сначала идем и думаем Ага, я хочу завести себе там серую пушистую кошку И приходим и начинаем выбирать внешне То есть по фенотипу, как говорят биологи Но на самом деле это, конечно, хорошее Такое-то кошка, подходящая под цвет мебели Но это не главное Потому что кроме внешней характеристики, конечно же, есть и внутренняя характеристика И которая намного-намного важнее На сегодня нет достоверных сведений о том, что цвет будет связан с поведением Наверное, кроме рыжего цвета, который называют биологи красный Потому что наши итальянские коллеги доказали, что кошки красного окраса Они более агрессивные Но опять же, по сравнению с чем Это изучалось именно на бродячих животных То есть сказать, что то же самое будет в отношении наших домашних кошек Ну вот я бы так не стала утверждать Потому что бывают очень ласковые рыжие коты Совсем не агрессивные В Барнаул приехал один из экипажей Гранд Тура Байкальская миля Суть квеста – путешествия Рассказать о туристических местах региона в своих видеоблогах И познакомиться с историей разных народов Московский экипаж 321 проведет на Алтайской земле несколько дней С путешественниками встретился Дмитрий Дроздов От Москвы и Владивостока до Байкала 14 экипажей со всей России 20 февраля отправились в путешествие Квест Байкальская миля Каждая команда получила задание Выполнить их нужно на экскурсии при съемке видеоблога Квест проходит в том числе и по Алтайскому краю Московский экипаж проедет по значимым местам региона Это село Сростки, Чуйский тракт и многие другие А также познакомиться с культурой Алтая Одна из точек в Барнауле – салон Турина гора Там для экипажа провели экскурсию и показали Алтай с прекрасной стороны Участники в приятном шоке Он впечатляет, он другой, он уникальный Мне казалось, что центральная часть России – это Россия Но оказавшись на Алтае, я понимаю, что Вот, наверное, ту Россию, которую мы видели в шокшинских фильмах Да, вот она может быть более Более та вот самая Россия Ну не знаю, как-то вот восприятие таково После экскурсии экипаж перешел от теории к практике Вместе с местным художником ребятам предложили на специальных тарелках С помощью палитры изобразить любимую эмблему Это интересно, я такое в своей жизни вижу первый раз Делаю тем более первый раз, поэтому волнуемся Надеюсь, что не опозорим славное имя Туриной горы своими художествами После Алтая экипаж отправится в сторону Шерегеша на Кузбасс А дальше через Улан-Удэ на финиш Место встречи всех экипажей на Байкале в селе Максимиха Там московский экипаж и расскажет остальным участникам гран-тура Какой он? Настоящий Алтай Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов День с толком И в завершении выпуска На фоне негативных новостей и пока неосезаемого будущего Многие из нас, наверное, даже не заметили, что сегодня наконец-то наступила весна Мы решили спросить у барнаульцев, в чем они в такое непростое время находят утешение и поддержку Семейная жизнь и поглощение медиаподуктов У нас одна тема Украины Вот это жалко парней, что погибают А так, ну, успокоение, что в семье все хорошо Общение с близкими все равно помогает как-то избавиться от этого Ну и от лечения, там, заниматься своим делом Она типа неизбежна в любом случае будет Но просто стараться об этом не думать Ну, лично для меня так Мне просто от этого спокойнее Надо думать о семье, ну, о будущем своей семьи И найти хобби себе Увлечение какое-нибудь, спортом заняться И тогда мысли будут плохие уходить Первое марта, весна Скоро Поэтому Радоваться надо Что грустить-то? А на этом у меня все Спасибо всем, кто нас смотрит Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube Для вас работает телефон нашей редакции 205 545 Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эвалар» До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok